Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео пойдет речь о такой же утрепещущей теме, как восстановление гелевого аккумулятора. Идея стара, как мир, кто только не пытался и как только не пытался восстановить эти аккумуляторы, но не всегда это получается. Я в том числе пробовал восстанавливать просто подливая, допустим, дистиллировку, ставя там на какой-то зарядный ток. Но сейчас мы будем вложить максимум каких-то исследований, так скажем, доморощенных, чтобы восстановить этот аккумулятор. Ну и, соответственно, поинтересуемся результатом. Вот у нас есть вот такой вот аккумулятор. На нем сейчас около 6 вольт. Не удивляйтесь, вот щипы мультиметра, они такие, это уже подготовлено к нашему эксперименту. У них не всегда хороший контакт, просто они такие составные. Зачем такие? Щипы вы увидите чуть позже. Ну, в общем, 5,5 вольт мы увидели. Также у меня есть рабочий аккумулятор вот такой. Предварительно я его тоже так же вскрыл. Вскрываются аккумуляторы эти просто. В данном случае, ну, они все немножко по-разному, могут отличаться. Вот это одинаковые аккумуляторы, по сути, одна фирма, оба свен. Вот, чтобы, ну, единственная модель немножко отличается. Ну, это не суть, как важно. Я думаю, они по сути одинаковые. Вот. Значит, вот крышечка такая имеется, которая просто отвертчиком поддевается. Она здесь на нескольких вот клеевых точках крепится, и она легко снимается. Ну, и также вот эти колпачки, кто первый раз видит, устройство этих аккумуляторов, все достаточно просто. Дальше уже пропитанные маты и свинцовые пластины, или как там это устроено, не знаю, не разбирал. Вот. В общем, этот аккумулятор нормальный. Я его использовал для подтверждения некоторых фактов, которые в дальнейшем нам пригодятся. Вот. В общем, вот наш подопытный аккумулятор с напряжением 5,5 пульта. Что это, о чем это говорит? Это говорит, что некоторые банки здесь, ну, практически дохлые. По какой причине могут быть они дохлые? Ну, причин, на самом деле, может быть много. Вот. Ну, мы будем полагать то, что причина здесь одна. То есть, здесь со свинцом все в порядке, а проблема здесь связана с окипанием электролита, да, и, соответственно, вот видим, какие-то вот белые следы. Не знаю, налет какой-то, да, возможно, кислотный. Вот. Ну, будем надеяться, что связано именно с этим. Хотя, возможно, конечно, и другие причины. Ну, если нам удастся вылечить этот аккумулятор, значит, причина в этом. Потому что некоторые описывают способы восстановления, наливая сюда дистиллированную воду, так скажем, без всяких предварительных проработок, просто наливая дистиллированную воду. Мы пойдем чуть дальше. В общем, я прозвонил банки, вот эти все, да, вот я пометил вот это плюс, поэтому у меня такие щупы были, я залазил в каждую банку и выписывал напряжение между плюсом этой банки, между, ну, я, в общем, так, да, правильно, я начал с этой, от минуса. От минуса я начал, и вот пошел так, то есть, с этой банкой, с этой банкой, с этой банкой. Вот как они пронумерованы? Вот так вот я пошел. И здесь я выписывал эти напряжения. То есть, в принципе, здесь что можно сказать, вот, по этим измерениям? Да, здесь есть какие-то банки, которые, ну, по идее, в идеале, на банке где-то 2 с лишним вольта должно быть. Ну, наверное, 2, это минимум. Вот. Ну, то есть, на некоторых банках мы, в принципе, видим нормальное какое-то напряжение, адекватно то есть вот здесь вот здесь вот вот я так предполагаю банки вот так вот соединены как раз таки и соответственно лечить нормальные банки нам наверно не стоит ну честно говоря я могу сейчас показать как это прозвольную как я замерял это довольно таки интересно вот черный нам здесь вот такой не нужен в частности вот его просто окно в принципе удобно чем еще поставлять поэтому я оставил единственное может плохо контактить но мы сейчас все проверим сейчас все включим проверим купачки все равно снимать потому что у нас будет так скажем я до этого эксперимента не проводил поэтому этот эксперимент будет проводить первый раз и результаты его будут тоже зафиксированы при вас да то есть я начал с этой банки вот здесь видно здесь вот с этой ну меряем напряжение так где нет контактов здесь контакт вот здесь 5,6 вольт двигаемся дальше 4,8 вольт двигаемся дальше 4,3 вольта здесь 2,3 вольта здесь 0,4 вольта и здесь ну вот эта банка как бы здесь с точки зрения вероятности да вот наверное вот эта банка и вот это скорее всего 100% дохлые вот а вот эти банки как раз то есть почему так банки которые клеммам они вот эти самые дохлые вот эти наверное более-менее ну как не более меня не вообще плоховатые конечно да ну 0,4 здесь 0,4 вольта получат вот эти самые банки же мире да скорее всего они нам видимо и дают основное напряжение поэтому мы эти банки трогать практически не будем но мы еще проведем небольшое исследование с вами исследование будет у нас такое на мазок скажем да мы хотим понять вообще что там какие дела с влажностью у нас в этих банках как обстоят то есть мы просто положили что вот эти банки у нас самые плохие нет эти самые хорошие это эти самые плохие начинаем с самых плохих вот макаем сюда я предлагаю держать какое-то время допустим 2 секунды 1 2 3 3 пускай будет 3 секунды и ставим сюда точку здесь сухо практически я делаю это на файле потому что это кислота но все-таки бумаг может проесть вот второе 1 2 3 что-то какой-то следок есть но неуверенно двигаемся дальше 1 2 3 мы выдержали да ну тоже суховатый 1 2 3 а здесь еще черный что-то внутри непонятно что там черное в общем вот эти предположительно у нас самые важные оказались но единственное для частоты эксперимента сейчас их перепроверю я возьму просто ватку намотаем и сделаем про резервную ватную палочку и поставим чуть ниже эту точку 1 2 3 вот смоталось ну тоже все влажное ну сухой верни 1 2 3 короче черте что там в общем этот эксперимент он так скажем не очень не айс но тем не менее у нас это не смутит и мы немножко туда все-таки наверно капаем водички да простите меня это аккумулятор есть у меня дистиллированная вода и сейчас мы будем делать мы будем мы не будем мы заливать а будем заряжать и у нас будет немножечко поступать вода в банке по чуть-чуть то есть и я завтра с утра сейчас я добавлю воды поставлю на зарядку маленьким током небольшое напряжение там 12 6 вольт где-то подам и вот и на то пол ампера где-то так поставлю может даже меньше и буду смотреть там как заряжается в общем к утру я хочу какой-то результат увидеть и он будет соответственно в следующем ролике потому что длительный процесс сейчас я ничего не смогу сделать сейчас я только смогу набрать дистиллировки если шприц не идет большой большой шприц так открываем дистиллировку если этот способ пройдет в принципе это достаточно готовое решение для восстановления аккумуляторов можно это доработать сделать какое-то автоматическое устройство которое будет мерить напряжение на то есть отключать заряд аккумулятора мерить напряжение каждой банки в эти периоды допустим где-то добавлять водички то есть это в принципе на ардуино все можно сделать запросто значит мы восстанавливаем с вами первые четыре банки вот эти эти я сейчас лишь чуть-чуть капну просто ну как бы компенсировать то что я даже не знаю как чуть-чуть капнуть попробую чуть-чуть шприц проверну наверно капну еще одну каплю мне кажется что до две ульки то есть сюда эти банки мы сразу закрываем и нас больше не интересует пока мы считаем что они живые если что-то не то мы это будем еще проверять после основной зарядки и будем смотреть что у нас происходит берем вообще пластилин берем шприц ну шприцы лучше чисто использовать но я буду использовать те которые есть не знаю я честно говоря как как ну чтобы раскатать как зафиксировать ну может так просто то наверно просто надо так вот 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 у нас будет система конечно ее можно автоматизировать я думаю можно эти сделать просто чик такие там не знаю несколько опускаются и там же электроды прямо из иголок можно сделать которые будут если они из нержавейки я не знаю просто иголки без шприцов они делаются из нержавейки или нет вот если они нержавейки прекрасно тогда их нужно уже готовое решение прямо сюда водички залил и где-нибудь там не знаю клапаночки какие-то можно воздухом поддавливать чтобы водичка выходила вот то есть такой вариант может у ребенка отобрал пластилин на дети очень любят лепить и пластилину навалом вот особенно вот отработанного но я его не выбрасываю потому что он пригождается в различных случаях так вот мы сделали эту систему я честно говоря не знаю как сейчас вода придет может она сразу бежит наливать я буду пол кубика то есть я точно мало или даже меньше не знаю в общем вода не убегает стоит в шприце но мы чтобы у нас не она идет по чуть-чуть вроде бы да может быть конечно вот мы ставим вот такую вот ватку да и у нас за счет этого будет еще хуже вода уходить будет по чуть-чуть я честно говоря не знаю как она будет вообще уходить или не будет из шприца вот в принципе с воздухом она связана идея идея должна я даже вроде бы увидел что она даже прибежала вот ну на самом деле не знаю вот здесь вот она быстро убежала мне это очень не понравилось честно говоря здесь очень много воды убежала поэтому с этой банкой мы наверное будем считать что эта банка у нас эта банка возле плюс что мы скорее всего зафачили потому что сюда очень много воды убежала и наша вот эта технология не сработала не знаю почему почему те шприцы вода не убежала а вода убежала резко не знаю что я как-то вот здесь так и стоит вода и здесь тоже я быстро побежала я не знаю почему так происходит а может быть на дно надо положить чтобы мы через водку шли давайте так либо шприцы и другие либо что-то я не пойму ну вот я в общем здесь сделаю вода кстати здесь тоже уходит почему-то вот какая-то ерунда снимают с этими двумя банками вот здесь вода стоит в этих а в этих ушла то есть мы предположительно будем считать что мы эту тоже зафачили банку потому что сюда убежала много достаточно воды она уже кстати пробежала вот если кому-то интересно и вот эта кстати тоже короче везде вода пробежала несмотря ни на что очень-очень быстро а вот здесь стоит я не знаю почему так получилось а вот сейчас пробежала ну короче в общем короче в общем фуфло вышло так скажем наверное много воды полкубика сюда у нас убежала поэтому будем считать что этот эксперимент у нас не очень удачно закончился но все-таки шприцы такая штука но мы тем не менее оставим это все хозяйство вот зачем за тем что мы еще добавим воды и она может быть просто я не знаю какой тот процесс будет по идее тот процесс должен быть следующий а вода будет постепенно какая-то выгибать при зарядке вот аккумулятор и возможно потом она будет компенсировать вот которую вода в шприцах сейчас еще добавим в принципе не так уж и жалко этот аккумулятор вот у меня еще есть если что просто понять саму суть процесса что у нас будет вообще надо было бы конечно я вот поторопился ну хотел все так сделать типа обоснованно но хрен там как обычно я поторопился надо было вот так эти шприцы проверить просто как вода через них течет хотя мне казалось что она не текла и раньше сталкивалась вот она здесь сидит вот сейчас видно наверно как капает вот то есть идет такой достаточно капиллярный способ я сейчас лишнюю воду выдаю и там останется лишь чуть-чуть чуть-чуть воды добавим немного выдула добавим так еще стол залил вот все на данном этапе мы с аккумулятором закончили включаем зарядки эти зарядки использую устройство орионовской ИНТО 55 вот включаем зарядку не знаю ток какой-то пишет на 2 ампера пошел на зарядку это тот ток который в общем у нас просто показывает холостой поэтому непонятно пока ситуация вот будем смотреть завтра я с утра проверю как ведет себя аккумулятор как он зарядился по мере напряжения на нем на банках заряд пошел сейчас я продемонстрирую вот заряд идет если выключил по идее что ты кстати как будто бы аккумулятор воспринял потому что когда выключаешь зарядное устройство и если у вас еще подключен при этом аккумулятор то он показывает заряд аккумулятора здесь такая хитрость есть ну и в общем вот что получилось знаю конечно что-то мне кажется с водой переборщил ну да просто надо было конечно проработать чтобы капало ну очень по чуть-чуть ну тут сложно угадать конечно либо сделать какой-то способ такой как скажем наверное самый лучший это ватку и в кончик шприца вставить да вот в кончик шприца и здесь чтоб ватный тампон был и она как бы именно как и пропитанная то есть чтобы она не текла как жидкость шла так скажем по ну не знаю как передавалась так скажем по по вате не знаю как этот процесс называется но такой есть вот он наверное более такой равномерный был бы а то так получилось что у меня все вытекло ладно все всем пока ну кому интересно может посмотреть потом продолжение этого ролика где уже конкретно я померю что получилось как и дальнейшие мысли все всем пока спасибо за внимание в общем решили поставить побольше напряжения что-то мне кажется так надо будет правильнее не видно нифига ну 15 вольт короче поставил 500 миллиампер вот в принципе сколько тут у нас время заряды пока 12 минут шло можно посмотреть уже что-то у нас тут нарисовалась какое-то напряжение 10 вольт короче потихонечку падает без нагрузки в принципе уже хороший признак то что началось принимать заряд вот остальное все будет завтра в ролике ну завтра не завтра в следующем ролике короче по аккумуляторам будет дальнейшее исследование как к чему дальнейшая судьба этого аккумулятора как их помогать так чтобы разъяснить Продолжение следует...